Сколько лет прошло с того дня, как пешеходный переход на Первомайском проспекте убрали, а многие горожане до сих пор негодуют. Ведь в этом районе находится продуктовый рынок, который облюбовали рязанские бабушки. А с такими тяжелыми сумками им до светофора идти непросто. Конечно, неудобно очень, особенно пенсионеры. Мы идем отсюда с сумками, но очень неудобно. Здесь бы хорошо, как был раньше переход. Наверное, все за это. Я не думаю, что были против. Неудобно очень. Туда идти сколько, и вот сюда назад на остановку. Вот 80 лет, ирузом. Сюда приехал, вот вышел и рядом. Поэтому иногда приходится решать. Ждешь перешла, и прошла нормально. Я понимаю плохо, но знаете, как я понимаю водителей, у меня вот сына работает на маршрутке, и чтобы через каждые 50 метров делать переход, вот лично мое мнение, это очень тяжело. Нам-то хорошо, я понимаю, для нас это все прекрасно. Какая помощь у вас есть городской власти? Городским властям, чтобы сделали где-нибудь поближе здесь пешеходный переход. Но вопрос безопасности граждан на дороге актуальности своей не теряет. Сотрудники автоинспекции совместно с волонтерами, учащимися автотранспортного колледжа, провели очередной рейд, чтобы напомнить рязанцам, где дорогу переходить можно, а где этого делать не стоит. Волонтеры автотранспортного колледжа беспокоятся о безопасности дорожного движения. У них у всех есть права, они хорошо знают правила дорожного движения. Надо людям объяснять, что дорогу нужно переходить правильно. Дороги у нас небезопасные, дураков на дорогах тоже много. Поэтому, чтобы мир был безопаснее, скажем так. Только с начала текущего года в Рязанской области произошло 404 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в результате которых 67 человек погибли, и около 400 получили травмы различной степени тяжести. Очень часто, к сожалению, пешеходы сами игнорируют требования правил дорожного движения и подвергают себя опасности. Автомобилистов отсутствие этого перехода, несомненно, удовлетворяет. Пешие горожане, напротив, не сильно довольны тем, что для безопасного пересечения проезжей части им приходится идти, по их мнению, так далеко. Поэтому некоторые граждане не брезгуют нарушением правил дорожного движения. Стыдятся, прячут лица, но продолжают идти. Перестаньте! Перестаньте! Еще раз вы ударите на нас судьба. Вот эта акция «Пешеход на переход» сегодня проходит на нескольких точках нашего города. Мы выбирали наиболее опасные места, где пешеходы чаще всего нарушают правила дорожного движения. Но вот в частности, выходя с Первомайского рынка, многие пешеходы сразу напрямую пересекают проезжую часть, либо, выходя на остановках общественного транспорта, игнорируют правила дорожного движения. И еще раз напоминаем уважаемым пешеходам, что не только их жизнь находится в их руках. Ведь вся ответственность за столь халатное поведение переходящих в неположенном месте, в случае чего, будет лежать на автомобилистах. Возможно, и стоит откликнуться на просьбу горожан, вернуть переход или перенести остановку ближе к светофору. Ведь если ничего не предпринимать, народ так и будет переходить проспект не по правилам, а по старой памяти.